Добрый день, уважаемые братья и сестры. В первую очередь хотелось бы вспомнить, что в древности все чтецы назывались певцами. Это, очевидно, было для того, чтобы вычеркнуть, что мой богослужебный текст как бы распирался, несмотря на то, что большая часть богослужения проходила именно чтением. И вот та мелодика, о которой проговаривался текст, ну, в зависимости от вида текста, вот то псалон или, скажем, евангелие, или экс-псалоны, они серьезным образом отличались. Принципиальным образом. Очевидно, это тоже сделано для того, чтобы все-таки подчеркнуть сам характер текста относительно его места в богослужении. И таким образом, вот, скажем, если взять всего, сколько типов по гласе существует, мы насчитали 18, возможно, и больше. К сожалению, сегодня обучение богослужению начинающих певцов начинается именно с пения. Но дело в том, что в древности обучение начиналось именно с чтения. То есть, в первую очередь, певец должен был научиться читать по погласице. Обычно начиналось в псалонской погласице. А потом ему преподавались основы, скажем, знаменного пения. А, скорее всего, он на клиросе повторял за опытными певцами какие-то простейшие песнопения, которые, в общем, по характеру были близки к тем самым погласицам, о которых сейчас пойдет речь. К сожалению, сейчас, как Глеб Борисович сказал, что обучение погласице сейчас, как говорят, в загоне. То есть, никто погласицам не обучает. А между тем, как я уже сказал, большая часть именно богослужения произойдет чтением, поэтому обучение погласице имеет самое важное первостепенное значение. Поскольку, если чтец будет читать неправильно, допустим, на одном томе, это будет очень утомительно. У молящихся будет притупляться внимание, и, ну, в общем-то, это пойдет совсем не на пользу богослужения. Мы сегодня рассмотрим четыре таких из основных погласиц. Это псаломская, паримийная, евангельская и апостольская. Это из основных, но здесь еще несколько основных, которые тоже бы неплохо знать. Например, погласицу Экс Псаломо. Тоже она довольно красивая и очень характерная. Все эти типы погласиц рассмотрены в этом учебнике. К сожалению, дефицит, уже сколько лет мы ездим, мы постоянно невозможно из Риги привезти. Весь тираж в Риге находится. Но в скором времени этот учебник появится, возможно, на Таганской 20, в краме неполном студенцах. И, ну, если туда будете позвонить, возможно, как-то нужно будет приобрести это учебник. Основа обучения по погласицам составляет так называемая строка. Это некий средний тон, в данном случае на уровне где-то звука фа. И все построение погласицы идет относительно этого звука. То есть выше-ниже, потом опять возвращается на основной тон. Во-вторых, весь текст по расслужению разбит на так называемые строки. Строки обычно в тексте разделяются запятыми, то есть фразы. Текст разделяется запятыми либо точками. И в зависимости от того, где находится вот эта фраза, соответственно, либо в начале, либо в середине, либо в конце, она произносится по-разному. Практически во всех типах погласиц. То есть подчеркивается, что, скажем, начальная фраза, вот такая вот погласица, серединные, они, как правило, повторяются. И в конце, концевая как, да, последняя фраза, которая тоже мелодически отличается от всех остальных, от начальных и соединенных, да. Ну вот, допустим, начнем с псаломской погласицы, о которой я сказал. Как она должна отличать? Как вы знаете, псалом, обычно с чинами псалмов начинается общественное движение, начинается либо с священнического возгласа, либо с возгласа того, кто ведет, или по-моему, по мирскому чину. Это звучит так. Замоли, да святый плодец наши, Господи Иисуса Христе, Сыне Божий, помилуй нас. То есть вы заметили, что здесь эта фраза звучит очень торжественно, и таким образом, чтобы создать эту торжественность, существует множество протяжных звуков, которые также выстроены в определенной мелодической строе. А дальше следует, в общем-то, довольно беглое чтение, в которых все звуки, как бы условно говорим, что они все горзают, да, стописы с отечкой. Царюны, местные, утешители, души истинные. Вот первая фраза, да. Здесь мы заметили, что первый звук – это звук Р, а дальше мы возвращаемся на строку. То есть поднимаемся на строку, и на ударение, утешители, мы поднимаемся на звук СОЛЬ, а дальше опять возвращаемся на звук ФА. Еще раз. Царюны, местные, утешители, души истинные. И дальше все строки примерно прочитываются в таком же примерно ключе. Иже везде сырье, и вся исполняя сокровища благих и жизни подат и любви. Видите, здесь два ударения. Но в конце всегда долгий звук. И последняя фраза. И спаси блажен душа наша. Вот это последняя фраза, которая заканчивается собственно. В начальной части. Царюны песни. Вопросы по этой части есть? А можно это изобразить собственно? А знаете, здесь просто я буду тратить время. Лучше мы… Если будет интерес, то потом все копируем вот эти мои листочки, да. И у вас будет память. Потому что это просто будем терять время. Я буду писать. Я буду очень писать. Понимаете? Просто я лучше вам больше расскажу. Так. Ну скажите, вот кто-то хочет потом, кто-то желает обучаться после. Вот давайте тогда мы позже соберемся. Вначале я дам вводную часть. Просто расскажу об этих поглазницах. А потом мы соберемся отдельно. Просто чтобы не тратить время. Вы будете все повторять по очереди. Таким образом может быть, да. Позже это когда. Что? Позже это когда. Позже это когда. Позже это вот. Это вот сегодня. Сегодня. Сегодня после всех докладов. А вы сегодня последний. Все. Вы сейчас рассказываете о поглазнице. И потом практические занятия. Кто захочет, может это продемонстрировать. То есть мы с Сергеем Петровичем будем рассказывать, показывать. А вы будете читать. Поддельно. По одному. То есть вот так в псаломской. Теперь париминная поглазица. Париминная поглазица прежде всего отличается тем, что в ней больше долгих звуков. И они, как правило, попадают на ударные условия. Начинается. Видите, здесь появляются долгие звуки, которые подчеркивают, видимо, другой характер текста. Это, как правило, чтение ветхозаветных текстов. Это последнее. И последнее. Последнее. Так, сейчас посмотрим. Последнее у нас. Там нужно прийти. Включить. Вот. Проискурировать. Вот это последняя фраза. Видите, здесь тоже, как правило, все тексты заканчиваются либо тихим звуком и стативой, либо борзым звуком и последующей стативой. И, как правило, многие тексты заканчиваются звуком, который выше строки. Вот в данном случае на соль заканчивается. Следующий тип погласицы, который довольно часто применил, как Борисович говорил, что часто апостольскую поглазь читают с постепенным повышением тона, что, в общем, не имело место в древности. Поскольку он, ну, по многим причинам, видимо, то есть в древности не зафиксирован такой тип погласицев, в которых бы начинался, скажем, апостол низко и постепенно повышался. Такого, видимо, не было. А было как-то по-другому. А как именно было? Ну, вот как угодно. В Филиппе Сеон послание святого апостола Павла То же самое есть звуки борзые и звуки тихие, и в конце заканчивается статьей. Но характерный признак апостольской погласицы состоит в том, что в долгие звуки попадают не одно ударение, а они предшествуют ударному слову. Или Песеон послание, вот послание. Вот это самый момент ключевой, который стоит запомнить и который характеризует как раз апостольскую погласицу. И дальше. Братья, все же да мудруствуется в вас, еже о Христе Иисусе, иже в образе Божией Сын. Братья, все же да мудруствуется в вас, еже о Христе Иисусе, иже о Христе Иисусе. Послушив вы даже до смерти. И последнее. Если, скажем, вы знаете, что часто в службе два апостола. Значит, чтобы отделить один апостол от другого, последняя фраза первого апостола произносится так. Смерти же крестней. То есть последний звук понижается, статья эта понижается. Это говорит о том, что дальше начнется второй апостол. И в конце второго апостола. Слава Богу Отцу. Или еще так. Слава Богу Отцу. Кто двумя разными видами читается, кто так, кто так читает. Но принцип такой, что в конце последняя статья остается на ноте соль. И дальше обычно в апостолской традиции произносится Аллилуйя. Аллилуйя в поморской традиции сейчас, в общем-то, не произносится. То есть апостол на этом заканчивается. Вопросы есть сразу? Что такое поморская традиция, Сергей Петрович нам будет в среду рассказывать. Да. Если проще говоря, это служба мирским чином. Чтобы вам сейчас голову не забивать ничем больше. Это служба обычным мирским чином. Ну, скажем так. Да, пожалуйста, что вы хотели бы спросить? Есть такая интересная концовка. Мне всегда было интересно, она с чем-нибудь связана определенным? Или она просто человеку так нравится? Ну, простите. Вы знаете, это самый сложный вопрос. Я сейчас просто ее спою и вот пойму. Концовка в конце. Понижение вниз. Концовка в конце. Здесь как раз… Нет. Вот это не обязательно вопрос. Нет. Я немножко не понимаю ваш вопрос. Вот вы предлагаете сейчас другую мелодию. Мелодию. Да. Я ее слышала. Но здесь как бы в традиции вот именно та мелодия, которую я пропел сейчас. И ни по-другому никак. А это ни к чему не относится? Что ни к чему не относится? Да. Иногда. Иногда. Ну, как бы редко. Перед праздником читается до трех сачалок. Нет. Тогда они… Но, когда читается один апостол. Например, календари шармалинские и рижские и русские и прочие. Говорят, что читаем его на двое и разделяем. Вот в данном случае, когда одно начало разделяется на двое, как это вот… Вот именно так же. Вы просто разделяете один текст, один текст в том месте, где… Ну, вот, предположим, в учебнике, вот тот известный апостол. Братья Сэжи домудрствуются в вас… Вот в каком месте? Где… Разделяется… Я вам сейчас скажу, где разделяется. Смерти же крестные. Вот в этом месте я живу… А в каких местах, например, на десятые праздники… Понимаете, это разделение по истории, по смысловому признаку. Понимаете? Там, где текст, скажем, заканчивается точкой, как правило, всегда в этом месте нужно разделять. То есть нельзя разделить там, где текст заканчивается запятой. Ну, никак. Он не заканчивается, а он не продолжается. Разделяется по тому же принципу… По смысловому. Значит, первая часть вниз, а вторая вверх, да? Да. То есть, первая часть заканчивается понижением, а вторая – повышением на соль. И на соль же остается статья, конечная статья. А с чем это связано вообще? Ну, понимаете, трудно мне опять же сказать… Почему колесо круглое? Ну, трудно объяснить, понимаете? Видимо, потому что… Когда на соль заканчивается, это некий знак незавершенности. И дальше следует Аллилуйя. Вот всегда должно Аллилуйя пойти и заканчиваться, в правильном варианте. Понимаете? Вот именно поэтому… Пресне… Аллилуйя… Понимаете? Это вот подготавливает Аллилуйя. И Аллилуйя опять возвращается на строку. Аллилуйя… Опять на папа попадает, понимаете? Опять на строку. Опять вопрос. То есть, в одном обществе оно может разделиться… В данном случае где-то вот… А в другом обществе оно может разделиться немножко по другому принципу, да? То есть, ну, фразы и раньше, фразы и позже… Понимаете, понимаете как? Если апостол маленький, его нужно разделять на два. Он всегда примерно разделяется на середине, где-то есть точка, предположим. И там нет такого строго… А если апостол большой, там разделить можно в двух, четырёх, а то и больше, в большем количестве минуты. То есть, здесь большой разницы в данном случае нет. Апостол разделяется и всё. Получается, что мы апостол читаем два абзаца. Как? Ну, абзаца, что у нас как бы не существует, Ну, мы заканчиваем… То есть, ориентируемся на точку, смысловую точку в апостоле. Понимаете? Где начинается новая, новая… Ну, фактически так уже, если об этом… В нашем смысле – это абзаца, сколько, да? Но в апостоле нет абзаца, поэтому, как мы определились, это очень трудно сказать. Вот. Следующий тип абзаца – это евангельская абзаца. И она характерна тем, что здесь, помимо привычных звуков – ре, ми, фа и соль, добавляется ещё звук – ля. Вот. Обратите внимание. Песня. 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 Евангелие, то есть первое, 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 фактически первое Евангелие заканчивается так. Благоланным ей от Господа. Опять наезжается на фар. Вторая же, ну, вторая часть Евангелия заканчивается так. И возвратись от тоже на соль заканчивается. И, собственно говоря, это знак того, что вообще Евангелие заканчивается. А дальше поется, как вы знаете, слава, да? Клирс поет слава. А хотите, пожалуйста, повторите, пожалуйста, первое заканчивается? Что-что? Благоланным ей от Господа. Вот это первая часть, да? Пожалуйста, что вам хотят? Скажите, пожалуйста, всегда одинаковая поглазица Евангелие есть только наук или на литературе и на чтении страстей Господней. У тебя есть какие-то особости поглазица Евангелия? Нет, как правило, поглазица Евангелие остается одно и та же. То есть не отличается кардинально. Видите, надо сказать, что в чтении допускается определенная вольность. То есть у каждого чтеца получается несколько другая, отличная от поглазица с других чтецов. Но это связано, скорее всего, не с тем, что меняется мелодическая линия радикальна. А меняется, ну, скажем, вот как пример я могу привести. Псаломский поглазица. Можно прочесть так. Царю небесные утешит или души истинные. Можно сделать два ударения. Царю небесные утешит или души истинные. Вот примерно в этом разница. Но мелодическая линия, повторяю, остается одна и та же. Она коренным образом не изменяется. Здесь есть, допустим, характерные ошибки. Ну, как учат, обычно читать щитцов. А ты читай на одной высоте. Царю небесные утешит или души истинные. Ижеветесы и вся исполняя супровище благих и жизнеподателю. То есть примерно так. И потом только чтец может там, скажем, выстроить какую-то мелодическую линию. Но, как правило, бывает так, что как он вот так выучит на одной высоте, так он дальше и читает. Понимаете? И уже ничем его не сдвинут после этого. Понимаете? Поскольку как я говорил Игорь Борисович тоже говорил, что обучение погласицы сейчас практически никто не ведет. То есть это как бы часть богослужения, которое почему-то незаслуженно вот так в загоне находится. Ну что с этим поделаешь? Надо как-то обучаться. Я сейчас прочту еще одну погласицу, которая концепционная, которая довольно красива своей мелодической линией. Поэтому ну вот как слава вышной богу читается. Здесь есть три основных типа, как нужно прочесть с псалмы именно выстраивать мелодическую линию. Вот первая звук звучит так. Начинаем с па. Слава Видите, три разных поглазицы. В принципе, они начинаются по-разному, но дальше мелодические линии выстраиваются примерно одинаково, скажем так. И дальше. То есть, примерно выстраивается так же, как вот эти водные струны. В этой части будут вопросы? Да, есть вопрос самый главный. В практическом применении подобных вещей. Я в том, что большинство священников, потому что ему всё происходит, как правило, от настоятеля, желание от настоятеля, бесстыкальный распек и вообще-то близится к традиции. Большинство священников говорят, что читайте ровно и как можно более ровнее. То есть, скорее всего, в продвижении, насколько погласят стрельник, будет серьёзно. Понимаете, это, опять же, объясняется тем, что эта традиция утрачена, вот, обучение. Никто не умеет. Просто никто не умеет и некому обучать. Поэтому говорят, читайте ровно и всё. Хорошо, если чтец читает ровно. А то бывает, он заучивает, как бы, обратную поглазицу. Он делает ударение, делает на ударных слогах понижение, да. Помнил, у меня Божий повелится милость. И вот так тоже читают. Это характерные такие вот ошибки, которые, когда ему говоришь, зачем ты так читаешь, она же как-то ударение выделить. Так ты повышай вверх. Нет, вот даже те, которые уже свободно поют по солям, переучить поглазицу, по моему опыту, это катастрофа. Просто тут невозможно. Насколько я помню, ну, хорошо, давай начинать распевать. Слава Вышнему Богу, и на земле мир. Или что-то вот. О, милуй, о, милуй мя Божий, по велице милости, о, милуй мя Божий, по... Пока поёт правильно, как начинает читать, опять, ух, вниз, ух, вот так. Скажите, пожалуйста, как называется Ваша книга? Ну, это уже известное, уже давно вышедшее, 8 лет назад пособие по изучению церковного пения и чтения, таким образом. Ну, в общем, уже есть... Ну, по этому пособию есть 7 дисков, да? И что касается поглазицу, вот есть 6-й диск, который посвящен только поглазицу. Если не ошибаюсь, здесь из 12 типов поглазица. Но вы их по 17 не заучиваете, вы возьмите, там, 4, 5, 6 основных. И вы по этому диску можете легко обучаться. А можно ли заказать книгу из Риги? Из Риги? Ой, это сложно, потому что, видите, тираж находится не у меня. И те люди, которые, ну, им владеют, они не будут вам рассылать, куда-то делать рассылку. Скорее всего, они привезут сюда, ну, 50-60 или, там, меньше, больше экземпляров. И можно будет купить, ну, вот, на Таганку собираются привезти. Таганку же 20, запишите. Что? Почему они так жаль? У них спросите, я не знаю. Есть, но они здесь, в Краеве, есть. У меня вот еще несколько вышек, там есть, можно, можно там приобрести. Потом подойдете там. Нет, можно, можно, наверное, выложить все, да, надо только это заискать. Вообще, на самом деле, эта книга в интернете где-то есть. Я бы сказал, что это не книга. Правда, в черно-белом варианте. Кто-то вот для своего, для своих, так сказать, вкладок есть. Ну, да, на самом деле, как бы, вам, я думаю, многие были бы благодарны, если бы вы заделись и выложили в интернет, потому что 50-60 книг, это для Москвы, да, наборное количество людей вообще не в Москве живет. Вот, то есть это будет полезно покупать в Москве, если я, допустим, на стареете приехал за тысячи километров. Я купил диски, а пользоваться не могу. Да, конечно, видите, здесь еще связано с авторскими правами. Ребенщиковская община имеет право на эту книгу, да. Если мы будем сами как-то ее распространять, к нам могут быть претензии, несмотря на то, что мы вот с Григорьевым ее описали, вот все равно вот претензии, что мы нарушаем авторское право, да. Здесь вот масса таких вот моментов есть. Я сам, скажем, дискики записываю, и то, они могут мне предъявить какие-то претензии, что я... Хотя этот материал, это больше в Салтыре есть, и в Евангелии, да. Еще такой вопрос. Вот, например, в Салтыре, известной в преображенской печати, да, есть такая глава, «Как вы учите детей». Что-что «учите»? Как вы учите детей. В Псалмарке в преображенской печати есть такая наша глава. И там сказаны некоторые моменты, ну, кто знает или кто помнит, и чтоб заместо Пети не говорили и поэти, и так далее. Но это касается раздельной речи. Но есть еще и такие моменты, именно которые касаются как раз вот некой тональности, голосовой вот направленности, когда сказано, и вот оксия, а на ней ты прикушливый. И вот острая, а на ней ты подыми. И вот тяжкая, и на ней ты подтяни. Как вот сейчас, применяется ли вот это все на практике? Где поднять, где тянуть, именно касаясь вот этой вот грамматики и написания текстов? Или просто, как вот, даже женщина спросила, кто как захочет? Вы знаете, все-таки существует определенная вариабельность этих поглазиц. Я думаю, что небольшая все-таки, которая связана с тем, что общины находились очень далеко друг от друга. И как учить? Вот когда собирались даже певцы из разных областей, они не могли вместе спеть в силу того, что они даже знаки трактовали. Нет, ну это медиа. Особенно, да, да, да. Так вот то же самое с течением, абсолютно то же самое. Понимаете, что означают вот эти указания, там, оттянуть, и так далее. Это больше познается на практике, потому что в учебнике описать это довольно сложно. Ну, скажем, как определить, что, скажем, о, милое имя Божие, что вначале должна быть малая терция, а потом нужно на секунду большую подняться. Как вы в учебнике это напишите? Да никак. Вы знаете, чаще всего эта традиция передавалась из уст на. Нет, ну то есть... Понимаете, от опытных щипцов передавались... Как бы вот эта статья не имеет какого-то авторитета, и так будет... Нет, почему она имеет авторитет? Только нужно правильно ее расшифровывать, я думаю. Главное, правильно расшифровать. И в свете нынешнего темперированного строя, понимаете, эти указания для нас сейчас мы ни о чем не говорим. Мы знаем, тот язык, которым пользуют для того, чтобы обозначить вот эту мелодическую линию. Если мы этого языка не знаем, то эти указания для нас ничего, по сути дела, не значат. Кстати, вот характерная ошибка, вот, когда, ну, скажем, читают с повышением не на тон, а на полтона, ну, говоря музыкальным языком. «Помилуй меня Боже, Твои лица, милости Твоей, Боже, скучи дву...» Вот тут тоже характерная ошибка, которая тоже иногда встречается. Ну, там, в общем, то, во что гораздо получается. Если нет, да, пожалуйста. Вот Вы сказали, что почти нигде не обучают этому, где-то в итоге обучают это. Понимаете, вот давайте так, вот я Вас научу, а дальше Вы сами пойдете обучать всех. Потому что я знаю, что здесь тоже есть люди, которые поглазятся, знают, но и думают, что они тоже помогут. Почему нет? Это мощь, чем много цепей, в принципе. Поглазиться, но проще будет, чем мы будем с нами на расстое. Здесь внимание, да? Получается так, что если у нас первое слово, первые фразы, ну, скажем, ударение стоит третьим словом, значит, мы первые два слова прочитаем на звук «брэ», а дальше на ударение поднимаемся на звук «фа». это не только здесь, да, это соблюдается, как и по фазии. Звучит это так. Приди и вселися в ныне очистины от всяких скверных. А последняя фраза. Вопросы есть по этому материалу? Все понятно? И спаси благо, душа наша. А теперь Святый Божий. Святый Божий, Святый Гребкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Здесь три ударения. Мы начинаем летать от церков. Если мы заменим три ударения, мы начинаем летать от церков. Святый Божий, Святый Гребкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Тorzok